Чуваши Президент России Владимир Путин внес изменения в указ о мерах реализации демографической политики Российской Федерации. А именно, изменяется критерий, на основании которого регионам выделяется средство из федерального бюджета для ежемесячных выплат на третьего и последующих детей, рожденных после 31 декабря 2012 года. Напомним, в связи с тем, что в 2016 году демографические показатели Чуваши были выше средних по России, республика перестала соответствовать критериям софинансирования. Соответственно, средства федерального бюджета на детей, рожденных в 2017 году, не выделялись. С 2018 года выплату на третьего ребенка в республике будут получать около 9 тысяч семей. Главой республики не раз поднимался вопрос о целесообразности пересмотра коэффициентов по отношению к регионам, для того, чтобы можно было возобновить вопрос софинансирования. Работа, проделанная Михаилом Игнатьевым по данному вопросу, она имеет очень большое значение в части улучшения качества жизни, о чем я уже ранее сказал, поскольку речь идет о поддержке семей, где рожден третий ребенок и далее. Программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в республике уже 4 года. За это время удалось привести в порядок сотни зданий. Замена кровли, внутренних коммуникаций и лифтов – это далеко не полный перечень всех работ. Как преобразились многоэтажки в Чебоксарах сегодня лично проверила глава Чуваши. В страшные времена, когда жильцов дома по улице Матозалка-3 заливало с пятого по первый этаж позади. Благодаря программе капремонта удалось раньше срока отремонтировать кровлю. У нас дата проведения плановая была год 2027 год по крыше, а по электроснабжению 2019 год. Мы сами проявляли инициативу, обратились в комиссию с просьбой о переносе даты на ранние сроки. У вас собираемость вносов высокая по сравнению с другими жителями многоквартирных домов. Это важно. Как вам удается вот это делать? Я знаете как. Подхожу, убеждаю. Поэтому дом включили в краткосрочную программу. Работы идут быстрыми темпами. В этом же году здесь поменяли всю электрику. Автоматы все временные удерживают. А раньше провода вообще расслаблялись. Пожары возникали. Жители дома с пониманием отнеслись к временным неудобствам. Рабочие спокойно могли работать. Но бывают исключения. Ремонтников просто не пускают в квартиру. Ссылаясь на то, что сами их обновляют. И это порой приводит к неприятным последствиям. Попасть в квартиру насильным путем никто не имеет права. Это частная собственность. Собственникам есть такое пожелание. Ни коим образом не сегодня препятствовать реализацию данной программы в их доме. Приостанавливается капитальный ремонт. И на собственника возлагается вся ответственность за возмещение ущерба. Дом по улице Хузангая 9 тоже преображается прямо на глазах. А в рамках программы капремонта здесь полностью меняют систему водоснабжения, водоотведения и канализацию. Эта многоэтажка за свою долгую историю не видела такой масштабной реконструкции. Вы как общественники, как жители имеете полное право проверять. Потому что деньги вы собираете. Собираемость взносов здесь тоже высокая. По контракту работы должны завершиться в январе. Однако рабочие планируют закончить ремонт уже через полтора месяца. Там дырки, вот такие. Там новые технологии работают. Аккуратно работают. Аккуратно работают, ребята. Потому что они работали, мы довольны. Полным ходом идут работы и в доме по улице Патриса Лумумба, 23. В панельном доме 1963 года постройки в этом году появилась новая крыша. В прошлом – новая система канализации и водоотведения. Кстати, столица республики занимает третье место по собираемости взносов на капитальный ремонт домов. За этот год уже намного картина лучше. 92-93% у нас бывало месяцы, когда и более 100% собирали. То есть, это говорит о том, что образовавшую задолженность за прошлые годы люди активно погашают. В целом, по республике сейчас запланировано ремонт 273-х накоквартирных домах. Образовалась определенная экономия в ходе проведения аукционов на отбор подрядных организаций. И сейчас на это сэкономленные средства в Чебоксарах только дополнительно будут заменены 81 лифт. Вообще, в республике каждый пятый дом отремонтирован по программе капитального ремонта. Всего 1089 домов. Галина Титарчук, Андрей Шоклев, Республика. В Чувашии обсудили выполнение майских указов президента страны. Подробно остановились на реализации программы переселения из аварийного жилья и качестве предоставления государственных услуг. Минстрой Чувашии подвел итоги пятилетней работы в рамках программы переселения из аварийного жилья. На сегодня переселены у нас 12 860 человек из 4780 квартир. Общей площадью 170 330 квадратных метров. Таким образом, у нас все показатели по федеральному распоряжению выполнены. В рамках четвертого этапа переселения граждан у нас на сегодня переселены 3350 человек из 1230 квартир. Общей площадью 47 620 квадратных метров. Последние дома достроены в Чебоксарах. На прошлой и этой неделях новоселам вручают ключи и документы уже оформлены. Параллельно идет работа с реестром аварийного жилфонда, который нужно будет расселять в последующие годы. Переехать из старых домов без удобств мечтают многие, однако не все. Премьер-министр Иван Маторин вспомнил о чебоксарских отказняках, которые считали, что их дома вполне еще годны для проживания. Предлагают построить дом там и расселить жителей. Но возможности там не было строить дом, не было земельного участка для строительства маневренного, ну не маневренного, а строительства дома. Поэтому построили преимущественно на Парижской коммуне и на Богданке им предоставляется квартира. Не так далеко. Да и новые дома добротные. Но я прошу и министерство, и город вопрос этот не бросать. Итоги мониторинга показали, что многофункциональные центры республики работают эффективно. Нормативы соблюдаются. 188 тысяч человек оценили качество предоставления государственных и муниципальных услуг с помощью пультов, установленных в МФЦ, и телефонной выборки. Законодательство предусматривает уровень удовлетворенности качеством 90%. В Чувашии показатель оказался выше. Средние значения это 4,8,6 по пятибалльной системе, а удовлетворенность оказываемых услуг это 95,8. Это систему оценивает федеральный центр, федеральная система автоматизированная. Кроме того, у нас во всех МФЦ сейчас появилась возможность, чтобы федеральный оператор анализировал с помощью смс-опроса полученную услугу. То есть тоже получили доступ к телефонным номерам тех, кто обслуживается в согласии абонентов. То есть еще мы там тоже получаем дополнительную оценку качества. Елена Гальперина, Татьяна Раевская, Арына Гавилян, Республика. Как предупредить правонарушения среди детей и в то же время защитить их права, сегодня обсуждали на открытом форуме прокуратуры Республики. Актуальность темы подтверждается тревожной статистикой. В разговоре приняли участие сотрудники прокуратуры, министерств и ведомств, уполномоченные по правам ребенка и другие. Если брать общие цифры, то они вполне благоприятны. Количество правонарушений среди несовершеннолетних уменьшается. По итогам 9 месяцев текущего года их стало меньше на 21% в сравнении с прошлым годом. Но в то же время наблюдается рост по отдельным видам нарушений. И за каждым таким случаем стоит судьба конкретного ребенка. Грабежи и разбои, то есть корыстного содержания, корыстных мотивов преступления возросли почти в два раза. С 20 до 37 случаев, совершенные несовершеннолетними. Это плохой симптом. Количество преступлений, совершенных подростками, стоящими уже на учете, тоже выросло в полтора раза. Было 30, стало 48. Нужно основательно разбираться в причинах преступлений, считает прокурор Чуваши. И работать здесь надо не только с детьми, но и с родителями. Большую помощь могут оказать психологи, ведь важно понимать, что движет ребенком, когда он выбирает неверный путь. Как он чувствует себя в молодежной среде, какую роль ему отводят сверстники, лжегерои или нарушители закона. Поняв причины, легче предупредить преступление. В республике создано действие 28 комиссий. Это как на муниципальном уровне, соответственно на республиканском, где эти вопросы рассматриваются, принимаются решения. Но без обмена мнением, без организации работы между ведомствами невозможно достичь результата. Дети не должны чувствовать себя одинокими. И неважно, в какой семье они воспитываются, благополучно или не очень. Эта мысль стала одной из основных на форуме. Сейчас реализуются различные проекты. Проводятся тренинги, круглые столы, консультации специалистов для подростков и их родителей. В этом году в городах и районах республики работал автокараван «Чувашия» в защиту детства. Специалисты встречались с родителями, педагогами, чтобы вместе найти пути решения проблем. Татьяна Трофимова, Арана Гавилян, Республика. На форуме обсудили еще одну важную тему – противодействие наркотикам. Не секрет, что продавцы зелья используют любые способы в пропаганде запрещенных средств, впрочем до завуалированных надписей на зданиях. По указанию прокурора Чувашской республики, надписи с информацией о телефонах, по которым якобы можно было переобрести наркотики, были удалены. В настоящее время в МВД проводится проверка по данному факту, устанавливаются личности злоумышленников, которые нанесли вот эти вот надписи. Кроме того, хочу обратиться к жителям республики. Если вы располагаете информацией о том, где торгуют наркотиками, либо увидели подобные надписи на улицах наших городов, можете обратиться по телефону доверия Управления по контролю за оборотом наркотиков 583333, либо по телефону дежурной части МВД 102. В Чувашей вновь побывала делегация из провинции Аньхой Китайской Народной Республики. Напомним, год назад между Чебоксарами и административным центром провинции, городом Аньцинь, подписано соглашение об установлении отношений по братимству. Оно подразумевает активные торговые экономические, научно-технические и гуманитарные связи. В этот раз обсуждали возможность реализации инвестиционных проектов. Обе стороны заинтересованы в успешном дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества. До встречи с главой города Евгением Кадышевым делегация из Китая побывала в торгово-промышленной палате и обсудила с представителями бизнес-сообщества создание комфортных условий для реализации совместных инвестиционных проектов. По мнению бизнесменов, создание воздушного моста между двумя городами значительно бы упростило процесс взаимодействия, повысило бы инвестиционную привлекательность Чувашии. Так, по итогам встречи было принято решение о начале работы по установлению регулярного авиасообщения между Чебоксарами и Аньцинь. Что же касается направлений сотрудничества, их перечень по-прежнему объемный, отметил руководитель китайской делегации. Я думаю, в области сельского хозяйства имеет большой перспектив сотрудничества. И что касается промышленности, только что глава города сказали, в области электромашин и туристической области. Долги управляющих компаний Чебоксар перед ресурсоснабжающими организациями в октябре достигли 907 миллионов рублей. За год эта сумма увеличилась более чем на 100 миллионов. В том, почему так происходит и как снизить долги, сегодня разбирались в городской администрации. За круглым столом собрались депутаты Чебоксарского городского собрания, представители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций. Практически все управляющие компании задолжали поставщикам воды, тепла и электричества. Более 650 миллионов должны за тепло и горячую воду. Эти услуги предоставляют Чебоксарцам Т-плюс и коммунальные технологии. Среди ложников управляющие компании Сфера, Ниди, Текстильщик, Хлапсарская, Альфа, Пик-1 и другие. Поставщики ресурсов отмечают, что многие компании не перечисляют средства жителей сразу и тем самым наращивают долг. Представители же управляющих компаний приводят свои доводы. Не все чебоксарцы платят вовремя и в полном объеме. Есть некая неразбериха в оплате при разнице в температурах. Мы понимаем прекрасно, что 100% населения деньги не сдает, но нам бы не хотелось, чтобы те деньги, которые с населения они собрали, увели куда-то в сторону. То есть мы говорим о том, что собрав население деньги за ресурсы, они должны также потом перераспределить их по ресурсоснабжающим организациям. Более подробно об этом расскажем в нашем завтрашнем выпуске программы «Республика». В Чебоксарах проходит региональный этап национального чемпионата профмастерства «Обилимпикс». В этих соревнованиях «Республика» участвует впервые. Свои возможности проверили 40 человек. У всех есть ограничения по здоровью. Сегодня все внимание этим ребятам. Для них «Обилимпикс» – уникальная площадка для обмена опытом и хорошая возможность проявить себя, получить профессиональный опыт и найти достойную работу. Мы в этом году выставляем 7 компетенций. Из 7 компетенций 2 компетенции представляются в категории «Школьники». Это художественный дизайн и художественное вышивание. Одна компетенция «Массажист» представляется в категории «Специалисты». Здесь у нас принимают участие уже работающие специалисты, массажисты. И 4 компетенции представляются студентами колледжей Чувашской республики, которые обучаются по профессиям мебельщик, повар, портной, резьба по дереву. Победители регионального этапа будут представлять Чувашию на третьем национальном чемпионате в Москве. Хотя одно только участие в данном соревновании – уже победа. Таким был этот четверг глазами корреспондентов программы «Республика». Я, Ольга Панова, с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения Чуваши. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова